В Челябинске наградили победителей 8 сезона Кубка Новотек по мини-футболу. 7 тысяч школьников Южного Урала соревновались в ловкости и точности ударов в футбольных поединках, но только 9 команд получили призовые места. Какие школы региона получат главный приз соревнований, профессиональное поле, расскажет Константин Гришенков. Матвей Бардаков впервые ударил по футбольному мячу раньше, чем научился ходить. Футбол привел его отец, отправил спортивную секцию в 7-летнем возрасте. И вместо мультфильмов Матвей чаще всего пересматривал лучшие матчи футбольных чемпионатов. Я по телевизору счел чемпионат мира в 2006-м вроде, и мне понравилась игра Зубастика Роналду, ну из бразильца. Ну я прям влюбился в его игру и захотел стать футболистом. Команда Матвея впервые участвовала в турнире Кубка Новотек и сразу победила. Теперь у школы появится свое профессиональное зеленое поле с искусственной травой. Это главный приз соревнований. Такую же награду получат школы из Еткульского и Сосновского районов. Компания Новотек построила в области уже 30 мини-футбольных полей в разных районах, в разных муниципалитетах. И мы рады, что сегодня этот турнир не только продолжается, он еще и набирает свои обороты. Сегодня мы уже констатируем, что более 80 тысяч репетишек в Челябинской области приняли участие. После награждения прошла автограф-сессия легенды российского футбола, трехкратного чемпиона страны Романа Широкова. Спортсмен отметил размах чемпионата. Такого уровня организации соревнований нет ни в одном регионе. Новотек дает огромную инфраструктуру для именно школ. Это тоже отлично. Ребята, которые, допустим, не попали в команду, они же могут выходить на это поле и возле школы тренироваться, играть. В следующем году попасть в команду и выиграть. Это великолепная инициатива. Уже весной команды-победительницы отправятся на первенство УРФО, где постараются завоевать путевку в Москву на финал всероссийского турнира «Мини-футбол в школу» и будут защищать честь Челябинской области.